Привет всем любителям гитарной музыки, гитар и вообще классных инструментов. На днях мне позвонил один мой товарищ и попросил сыграть с ним концерт. Чуваки играют в стиле металл-кор, альтернатива и еще что-то очень классное, модное, молодежное и современное. Я согласился, потому что мне, наверное, как и любому другому музыканту, интересно себя попробовать в разных стилях. И я позвонил своему другу и одолжил у него вот эту чудесную гитару. Поскольку чуваки из группы, куда меня позвали, играют на семиструнках, и очень часто, точнее всегда используется седьмая струна, настроенная в Си, мне было попросту лень перестраивать свой лос-пол в опущенный страйд, получились бы полные сопли. Я вспомнил, что у одного моего кореша есть вот этот чудо-инструмент, который называется Шектор EX Blackjack. Баритон. Значит, здесь попросту получается, если сравнивать с семистрункой, здесь нет первой струны, а все остальное, как у семиструнки. То есть шестая струна у нас Си. Значит, благодаря тому, что она баритон, опущенный строй очень звучит очень четко, сочно, и не как дерьмо, как это обычно бывает с гитарами обычными, которые настраиваешь в опущенные строя. Вот. Значит, гитара у нас делается, это в Корее. Она у нас черная. Корпус у нее красное дерево, махагони. Гриф у нее мэпл. Накладка палисандр. Окантовка у нас, как написано, жемчужная. Это не белая, это чуть-чуть желтоватая. Поэтому ощущение, что она немного выцвела. Железо у нас здесь стоит Готовское. О, нет, извиняюсь. Гроверовское железо. Довольно надежное. Подобные штучки, дрючки устанавливают на гибсонах. Значит, бридж у нас Флоудроуз с таким вот чудесным, с чудесной арфой. Какой назван Флоудроуз? Я сказал не Флоудроуз. Блядь, ты все испортил. В бридже у нас Тюнометик с таким вот чудесным, чудесной арфой. Я обожаю так делать. Это, правда, всех бесит. Так, звучки у нас Сэймор Дункан. JB-59. На самом деле, меня это очень обрадовало, потому что в последнее время на такие гитары, предназначенные в основном для тяжелой музыки, устанавливают EMG, ну, в общем, пассивную электронику. Я к ней очень холодно отношусь. Когда стоят обычные звучки, без всяких батареек, ты больше не ощущаешь гитару, что ли, дерево. Ну, просто... Она вся вибрирует и дрожит. Просто резонанс потрясающий у нее. И очень богатый сустейн. Значит, у нас здесь две крутилки. Одна, как обычно, тон, громкость и пятипозиционный переключатель. Что он нам делает? Значит, первая позиция у нас задний бриджевый звучок. Вторая позиция у нас отсекается одна катушка и работают только вот эти вот два сингла. Средняя позиция у нас оба звучка. Значит, четвертая позиция у нас эти два звучка, эти два сингла. И верхняя позиция у нас только нековый звучок. Сейчас я вам сыграю парочку примеров, чтобы вы смогли оценить звучание каждой позиции на чистом звуке. Благодаря этому вы поймете попросту, что это довольно-таки универсальный инструмент, что мне очень нравится в нем. Субтитры создавал DimaTorzok Это был чистый звук. Сейчас я покажу, для чего действительно была сделана эта гитара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот видеообзор подготовил для вас Игорь из группы Random Light. Краснодар специально для Rock People. Всем рок!